здравствуйте друзья сегодня у нас будет необычный мастер-класс мы сделаем куколку из фома но будем делать ее без всяких шариков пенопластовых вот я беру два кусочка фома как обычно для обтяжки кукол шариками я выбрала обычный шарик пластиковый для сухих бассейнов валялся у меня у детей у меня шарик 6 сантиметров диаметром вот если у вас будет какого-то другого размера то я схемы выкройки приложу но если будет вопрос это папа выкройка мы потом пишите что и что нужно будет подкорректировать если нужна будет помощь значит обтягиваем и любой круглый шарик может быть это будет мячик у вас обтягиваем пока точно так же как мы делаем на пенопластовых шариках разогреваем фон пока он горячий мы его тянем шарик ставим на подставочку и натягиваем на подставочке всегда удобнее это делать я стала делать подставочку из трех баночек с красками так он устойчивее стоит вот теперь нужно наметить серединку шарика но вот очень удобно например вот на таких пластиковых шарах у них место стыковки тоже у них пасть как раз посередке обозначена полосочка такая видно и она очень помогает направление выдержать для того чтобы ровненько себе отметить и отрезать шарик ровно посерединке вот но если на вашем мячике не будет никаких средних полосочек значит держите его к себе строго правую и левую сторону по краям и так чтобы видели центр его по отмечайте карандашом или шпажкой но простым карандашом я не рекомендую рисовать я рисую пастельный у меня коричневый но он во первых он либо стирается либо ну пастельника и коричневый он всегда потом в разных оттенках он пригождается он в цвет телесного фома но он очень легко стирается вот волосы у меня будут голубого цвета поэтому я снова тяну на шарик теперь уже голубой фом и для начала вот я обратите внимание срезаю сначала все по большому кругу совсем лишние куски отрезаю и потом уже намечают для себя линию обычно я ее намечаю всегда шпажкой сейчас чтобы но я надеялась что может быть на видео будет лучше видно как проходит средняя линия вообще не карандаш и не ручки ни в коем случае ими не нужно чертить по фому обязательно он потом испачкается ровно нужно срезать срез стараемся вот именно по чтобы две середки прошли в принципе если даже у вас будут чуть меньше срезан на фон ну будет голова просто чуть более сплюснутой ничего страшного в этом тоже не будет вот таким образом нам нужно сейчас половинки эти соединить вот как это сделать я вырезаю но у меня есть нож циркуль которым очень легко вырезать например диаметром 6 сантиметров я вырезала круг вот но если его не значит воспользуйтесь каким-то обычным циркулем нарисуйте круг его вырежьте в принципе это может быть любой плотный картон я использую картон от упаковок и теперь нам нужно по краю закрывая прямо срез картона наклеить фон слишком сильно его не натягивайте он должен спокойно лежать иначе вот сейчас вот я начала обтягивать и когда подхожу уже к самому концу я вижу что вот у меня свободное пространство остается это я немножко его подтянула так делать не нужно потом будет вот ним варь небольшая проблемка в основании я надеюсь что сейчас на видео все видно и понятно потому что здесь просто краешек мы обмазываем и ну хоть хоть у меня и осталось здесь небольшой напуск да все равно получает я не получилось его распределить поэтому я ничего не переделала просто предупреждаю чтобы не было излишней натяжки в самом начале когда вы приклеиваете вот ну и теперь в оставшуюся дырочку я оставляю еще сантиметра три для того чтобы удобнее было запихивать синтепон ну это может быть конечно любой наполнитель это могут быть кусочки поролона ну вот с кусочками фома я думаю будут некоторые проблемы если они будут не очень мелкие потому что набить шарик нам нужно довольно плотно не обязательно прям добиваться плотности как у пенопластовых шариков все равно даже если будет личико немножко прогибаться ну как в текстильных куклах это тоже в по почему бы и нет вот но если набивать довольно плотно и чем-то что состоит из кусков она может просто проявиться на фоме сквозь фом вот это можно сделать если у вас фом то толстый два миллиметра тогда он более-менее выдержит то что изнутри у него будут напихивать какими-нибудь маленькими кусочками что-то он это сгладит вот но наша задача довольно плотненько и особенно в краешки хорошо запихиваем синтепон все-таки самая мягкая и удобная для этого вещь ну чтобы уж без особых заморочек нам это можно было сделать ну поэкспериментировать можете с любым наполнителем а потом написать чем у вас получилось это сделать запихиваю и довольно плотненько а а а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 сделать в два слоя то есть прям перекрутить и в два слоя сделать вот тогда куколка будет стоять еще более уверенно и у меня здесь чуть-чуть тонковато проволочка то есть вот поэтому рекомендую взять уже пожестче уже из собственного опыта там и потихонечку маленькими кусочками должны набить ногу так чтобы не было каких-то волдырей на ноге чтобы она выглядела довольно ровненько и набиваем ее до самого низа довольно плотно а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на наш канал Просто из прямой полосочки К центру Собираем обе половинки И в складочку Завязываем бантичек Завязываем бантичек Завязываем бантичек Ну и вот теперь с глазами Поскольку я решила сделать сначала Ла-Ла Лупси То вот я вырезала по кружочку Глазки из синего фума Ну посередке для того, чтобы это была пуговка У Ла-Ла Лупси глазки пуговки Нужного диаметра Полой палочкой Я сделала еще углубление Просто продавила Ну а чтобы сделать дырочки На пуговках Нужно шило нагреть Ну лучше всего это сделать на газовой плите Тогда оно хорошенько разогревается Ну хоть с помощью фена Не так глубоко, конечно, можно будет сделать дырочки Но все равно они хорошо пропечатаются Ну вот еще середку Я закрасила черным фломастером Вот такая пуговка получилась И реснички еще у Ла-Ла Лупси Делаются двумя длинными треугольничками Как флажок Можно их сразу же приклеить Ну и вот такой вариант глазок Для тех, кто захочет сделать из нее Из этой куколки все-таки Ла-Ла Лупси Ротик у нее довольно простой Ну вот я рисую перманентным красным фломастером Маленькие штришки просто нужно сделать Как будто прошит у нее ротик И сейчас в готовом виде я ее уже покажу Что перманентный фломастер потом Ну и вообще всю краску на лице Все, что кроме акриловых красок накрашено Чтобы зафиксировать Потом можно пройтись матовым акриловым лаком Просто кисточкой Но только аккуратно по фломастеру сначала Чтобы он не размазался Вот, а потом все лицо покрыть И таким образом И фломастер, и пастель, и румяна Все зафиксируются Я еще решила маленький носик все-таки вырезать Его можно вырезать из фомы Положить на утюг Или с помощью фена Немножко его сделать выпуклым От нагревания он становится более объемным И таким образом уже Такую полуобъемную детальку Можно приклеить Немножко оживляет ей личико Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok И пигмент отмываться не захотел Вот, ну с этим я сейчас что-нибудь придумаю А глаза я решила вырезать из белого фома В форме глазок-рыбок Вот, ну хороший вариант для тех, кто рисовать не умеет Выкройки я дам Вот и зрачки я тоже приклеиваю с голубого фома прямо на эту беленькую детальку И веки потом сверху просто приклею Ну, я феном вот еще обрабатываю голубой зрачок, чтобы он немножко стал выпуклым В принципе, когда я приклеила, я его прижала еще пальцами И не получилось у меня выпуклить зрачок Может быть, у вас получится Не будет более объемным глазки Еще деталь ресничек Ну, я их приклеила Сейчас постарайтесь посмотреть внимательно Я их приклеиваю с изнаночной стороны по низу века А потом переворачиваю на лицевую сторону То есть так вот нужно обернуть из-под низа века И потом уже реснички разрезать Так вот они зафиксируются плотно И никто их уже не оторвет Вот, ну, немножко наклоняю я их вбок Деталька такая, чтобы реснички шли с наклоном вбок Выкройки дам Вот, и вот сейчас посмотрите То есть с обратной стороны их приклеила Перевернула на лицевую сторону И вот теперь разрезаю тоненько И переворачиваю на лицо Ну, немножко по основанию нужно еще зафиксировать Чтобы они хорошо вверх лежали Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, зрачки я сначала нарисовала черным фломастером Лучше, конечно, это сделать черной акриловой краской Это будет поярче Ну и потом останется только уже блики добавить в глазки Можете потом на фотографии поближе посмотреть Как в результате глазик раскрасился Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 решила вырезать сумочку но думаю этот процесс понятен как я ее делаю все тут принципе просто и а а а а а а а а а и а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...